Красоту и индивидуальность Твери, ее уникальную архитектуру порой трудно увидеть за обилием вывесок и рекламы. Администрация города утвердила перечень требований к месту расположения параметрам информационных конструкций. Единообразие и эстетика – основа дизайн-кода современного города. Это только начало в реализации целого комплекса мер, которые у нас объединяются под одним таким названием – дизайн-код. Сегодня это касается информационных конструкций. В дальнейшем нужно в дизайн-код вписывать комплексы. Туда должны войти и фонари, и провода, которые в таком кошмарном состоянии. От этого визуального шума нужно избавляться, уверен главный архитектор Твери Алексей Жоголев. Городу необходим дизайн-код. Специалисты администрации и эксперты выделили ряд проблем, характерных для размещения информационных конструкций. Вот лишь некоторые из них. Это нарушение целостности фасада здания. В общем-то, невнимание к деталям. Когда здание имеет архитектурный декор, конечно, при размещении информационных конструкций его необходимо учитывать. А также использование очень ярких декоративных панелей при размещении информационных конструкций. Все это, в общем-то, диссонируется с основным фасадом. Вывески всех размеров и цветов должны уйти в прошлое. Согласно требованиям, допускается размещать конструкции из отдельных букв или символов без подложки. Цветовая гамма должна гармонично сочетаться на фасаде. А еще нельзя заклеивать витрины. Витрины магазинов должны преображать здание, создавать просвечиваемость этого здания с улицы внутрь. То есть открывать интерьер. Интерьер должен переходить во внешнее пространство в экстерьер. Если в здании работает несколько организаций, нужна общая концепция размещения информационных конструкций, принадлежащих магазинам и офисам, чтобы на фасаде они смотрелись максимально гармонично. В первую очередь мы будем рекомендовать применить данные требования к улицам, находящимся в центральной части города. А затем эта практика будет постепенно распространяться на всю территорию Твери. Это улучшит внешнее восприятие фасадов, и туристы, и жители это сразу почувствуют. Постановление администрации, где прописаны требования к информационным конструкциям, уже вступило в силу. Однако переходный период предусмотрен. Поэтому у предпринимателей будет достаточно времени, чтобы заменить свою вывеску на соответствующую дизайн-коду. Продолжение следует...